МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех зрителей телеканала ПС. Традиционно в этот час в городских подробностях все о самых интересных и запоминающихся событиях прошедшей недели. Сегодня в программе. Главное торговое событие города состоялось. 14-я маргаритинская ярмарка распахнула свои ворота. Вместе с первыми покупателями с ассортиментом торговых рядов познакомился мэр Архангельска Виктор Павленко. Они это сделали. Как архангельские циркачи покорили своим мастерством компетентное жюри и израильскую публику на международном фестивале в городе Ашдот. Кузнечевский мост, улицы Тимми и Комсомольская. Ремонтные работы здесь идут полным ходом. Первые результаты оценил городоначальник Виктор Павленко. Архангельск литературный на Брагаритинской ярмарке павильон столицы Поморья представил книжные новинки года литературы. Мир северных козулей во всей полноте представлен в пряничной гостиной. Новый культурный проект презентовали на торговой осенней ярмарке. Начнем программу с актуальной темы. Городские магистрали. В Архангельске завершается второй этап дорожного ремонта. На нескольких участках работы проводит управление механизацией АКСУ. Насколько качественно выполнена укладка нового асфальта, проверил мэр города Виктор Павленко. Одним из участков, которые проинспектировал мэр Виктор Павленко, стал Кузнечевский мост. Здесь подрядчики уложили новый слой асфальта на отрезке в почти 5000 квадратных метров. Как было доложено Виктору Павленко, последний раз аналогичные работы здесь выполнялись пять лет назад. Как и тогда, движение по мосту на время ремонта не перекрывалось. Асфальтирование предприятия АКСУ продолжает и на улице Тимми. В новый асфальт одеваются четыре дорожных полосы от улицы Воскресенской до Нагорной. При этом подрядчиками уложен бортовой камень протяженностью один километр. Столько же длина нового тротуара, расположенного рядом с магистралью. Работы выполняются за счет дополнительных средств, которые Архангельск получил из областного бюджета. Это 100 миллионов рублей, которые выделены губератором Архангельской области. И вот участок, как раз идея была и есть, чтобы все-таки Кузнечевский мост, Гагарина и здесь Тимы сделать дороги, которые очень загружены. Поэтому, конечно, сделать их, постараться полностью с выделением второй половины средств нам это удалось. Вот этот участок мы как раз закрыли от Воскресенской до Нагорной. И возник вопрос, конечно, который мы сейчас обсуждали, о том, что вы видите, справа и слева здесь такие несанкционированные стоянки. Они здесь быть не могут, здесь зеленая зона. И, конечно, надо принять решение о том, что сейчас будет восстановлена посеянная трава, будут затрачены деньги, обеспечить, чтобы здесь снова жители не превратили это в несанкционированную стоянку. Поэтому вот эта задача стоит. Очень важно, мы в этом году уделили большое внимание, как своих средств, так и выделенных средств это тротуаром. Вот здесь километры тротуара очень важно для людей восстановили. Ну, конечно, вместе с управляющим компанией прошли, посмотрели, вот эти, конечно, джунгли, они ни в какие ворота не лезут. Здесь просто надо навести благоустройство и порядок. Новый тротуар должен появиться на улице Комсомольска и 750 квадратных метров асфальта будут уложены на участке между проспектами Троицкий и Ломоносова. Да, очень рады. По крайней мере, чтобы вообще нормально на каблуках ходить. Вот, ну и, в принципе, тут здесь с детьми многих гуляет. Ну, будет удобно. Подрядчик предприятия «Аксум» планирует не просто уложить новый тротуар, а превратить участок в благоустроенную аллею. Надо сделать для горожан, чтобы было все нормально, поэтому пришлось как бы поднять тротуар над дорогой и сделать, в общем-то, постараться хорошо. Пришлось пересадить несколько пустов, чтобы было все хорошо и красиво. Первые результаты работ на улице Комсомольска оценил и Виктор Павленко. Средства на проведение ремонта тротуара были выделены из резервного фонда мэра города. Вчера, как раз 16 сентября, было 95 лет образования областной комсомольской организации. А мы вот стоим на улице Комсомольской, и когда мы 5 лет назад открывали 90-летию памятник, да, закладной камень, жители ко мне подошли, вот здесь давно нет тротуара, низкое место, все время грязь, лужи, ребята там в школу ходят, да и просто. Вы посмотрите, какая аллея классная, да, получилась. Поэтому все, наказ наших жителей выполнил. Я вот сейчас коллегам говорю, конечно, надо подрезать деревья соответствующим образом. И вот здесь вот позволяет территория уже поставить скамейки. Это будет местом отдыха и прогулок горожан. Так что, когда голова включается у всех, тогда получается что-нибудь хорошее. Надо всегда голову включать. Включая голову, творчество и неравнодушие стремительно меняют мир вокруг себя и горожане, делая из придомовой территории настоящий парк искусств. Ведь красивым и уютным наш город становится тогда, когда инициативы строителей и городских властей разделяют жители. Они становятся соучастниками большой созидательной работы, превращения городской территории в территорию чистоты, комфорта и красоты. Наши циркачи лучшие. В Израиле Архангельск прославили юные артисты детского образцового цирка Виссар культурного центра Бакарица. Ребята заняли первое место в номинации любительские цирки на первом международном цирковом фестивале в городе Аждот. Завораживающие акробатические номера цирка Виссар уже давно полюбились архангельскому зрителю. Артисты по праву становятся гвоздем любой концертной программы. Теперь и город по братьям Архангельска Аждот и весь мир рукоплещет юным северянкам. Мы сначала не понимали то, что у нас гран-при, потому что мы не понимали их язык. Но потом, когда мы подошли к переводчикам, они нам рассказали, у нас такое чувство было, что мы не верили, что это мы сделали. Сделали так блестяще, что авторитетное жюри поставило все пятерки, попросив исполнить на гала-концерте не один, а два ярких номера. То есть у нас такой номер, полет на ремнях, и мы очень высоко, на высоте 8 метров, пронесли знамя Российской Федерации. В такую жару 42 градуса в зале. То есть не справлялись с кондиционером вообще. Было около тысячи зрителей. И когда пролетел вот этот российский флаг, там же очень много россиян в Израиле. Замерло дыхание просто у людей там. Не то чтобы как бы аплодисменты, там зрители скандировали. Слова благодарности за достойное выступление на международной арене артиста мархангельского цирка выразил мэр Виктор Павленко. Честно говоря, я уже много раз и с большим удовольствием смотрю вас на наших концертах. Конечно, с забиранием сердца, когда особенно под куполом. Это вот просто у меня дух захватывает. И, конечно, вдвойне. Мне приятно, что там первый там израильский международный фестиваль цирка. И вы на этом фестивале первое место. Вот это да. Спасибо вам от души. Живо, так сказать, и не просто выступаете, а прославляете город Архангельск, уже являясь вот такими именитыми артистами. Виктор Павленко продолжает поддерживать коллектив, которому на этот раз будут приобретены новые концертные костюмы, а также определена площадка для тренировок всего коллектива. Уходящая неделя ознаменовалась главным торговым событием года. При поддержке мэрии Архангельска всеми любимая Маргаритинка проходит в поморской столице уже в 14 раз. В этом году ее участниками стали представители 39 регионов России и зарубежных стран Нидерландов, Индии, Норвегии. Выставочные ряды посетил и примерил на себя роль продавца мэр города Виктор Павленко. Подходи, народ честной, покупай шенгуртскую клюкву. Самая вкусная клюква. Этим ярмарочным настроением невозможно не проникнуться. Да и за товар такого качества можно поручиться. Не обошел стороной Виктор Павленко и сцен произведений творческой мастерской из Савинска, где еще, как на Маргаритинской ярмарке, представится возможность купить уникальный сувенир ручной работы. Попробовал себя городоначальник и в роли кузнеца. Самостоятельно отчеканить памятную монету может каждый посетитель Маргаритинки. Торговые ряды разместились как на улице, так и внутри Дворца спорта профсоюзов. Вот мэру демонстрируют отечественные технические разработки. Вы приобретаете раскраску, скачиваете бесплатное приложение на телефон или на планшет. Дальше открываем раскраску, наводим планшет. Вот там все действие будет там. И дальше начинается аудиосказка. Ничего себе! Но планшет надо специально покупать или это программа? Нет, на всех телефонах, на всех планшетах. И сказка идет именно в тех цветах, как создали вы с вашим ребенком. Из всех стендов муниципальных образований региона мэра поморской столицы, конечно, больше всего привлекает экспозиция Архангельска. В год литературы наш город на Маргаритинке представляют книги, написанные северными авторами и иллюстрированные местными художниками. Книжка, которую я в детстве одну из первых прочитал. Она мне до сих пор нравится. Моль чешек и бель чешек. Вся продукция, представленная на Маргаритинке, соответствует высоким стандартам качества. Наряду с приезжими гостями свои товары на ярмарке демонстрируют 22 местных производителя продуктов питания и 24 производителя промышленных товаров. Переоценить значение такой площадки невозможно, а потому мэрия Архангельска на протяжении многих лет всячески содействует организации Маргаритинской ярмарки. Я своими коллегами прошел по рядам Маргаритинской ярмарки с целью посмотреть, как организовано, довольны ли участники. А у нас их более 800. Центральный рынок является одним из операторов. И все места, которые находятся на улице, это в основном, конечно, ремесленники, это производство, это продукты, питание находятся здесь. И мы посмотрели. Все, действительно, все довольны, все готовы к открытию ярмарки. Конечно, радует самое главное. То, что сегодня очень много наших местных товаропроизводителей выставляют свои продукты. А вот в этом сложном сейчас положении, когда импортозамещение, вот реальный пример импортозамещения. Я думаю, что, как и всегда, как и 150 лет назад, наша ярмарка главная задача, чтобы архангельска все купили, предстоящие зиму и продукты, и товары различные. Но это не только, так сказать, непосредственная продажа, но открылась деловая часть, где будут заключаться договора предприятий. Ярмарка предполагает и большую культурную программу. Поэтому наши районы, муниципальные образования представят свою еще культурную программу. Я, как всегда, желаю всем, кто приехал все продать, а архангелогородцам все, что им нужно купить. Удачи всем! Осенняя Маргаритинская ярмарка давно уже стала признанным брендом архангельска. И вот в субботу, 19 сентября, колокольный звон известил об открытии главного торгового события года. Представители администрации области и мэр города символическим ключом открыли ярмарочные ворота. Так начался праздник прекрасного настроения, удачной торговли и хороших покупок. Открытие ярмарочных ворот как дань традиции. Как и полтора века назад купцы со всех властей съезжались в Архангельск на осенние торги, так и сейчас. Гости из 39 регионов России, дальнего и ближнего зарубежья, представляют на прилавках Маргаритинской ярмарки лучшие товары и традиции своего региона. Как и в старые добрые времена, Маргаритинская ярмарка становится или уже стала брендом торгового города Архангельска. И я думаю, что недалек тот день, когда она действительно приобретет статус главной ярмарки Северо-Запада как минимум, а в дальнейшем замахнемся и на Россию. Дорогие друзья, я традиционно желаю добра, всем здоровья и благополучия. В этот раз в столицу Поморья прибыли представители 39 регионов России. Из них 60 народных умельцев из 18 муниципальных образований Архангельской области. Светлана Черняева представляет на Маргаритинке берестяные произведения искусства мастеров Устьянского района. Вот видите плетение из лыка береза, из корня сосны делают мастера. Работа очень сложная, очень сложно добыть сначала корень сосны, а потом уже значит это все сделать. Маргаритинская ярмарка – это радуга всего творчества в Север-Ангельской области. Я очень рада здесь бывать и очень рада, что вот таких мастеров сюда приглашают. С работами народных умельцев с интересом знакомился Виктор Павленко. От северодвинских мастеров мэр Архангельска получил в подарок оберег. Девиз куклы «Россия вперед! Пусть она будет оберегом вашего края, области, города, поселка, семьи, обиток и всей нашей любимой России». Традиционно муниципалитеты региона демонстрируют на Маргаритинской ярмарке свои наиболее яркие торговые, туристические и культурные достижения. Маргаритинка – это не просто главная визитная карточка торговой жизни Поморья. Она – живая история и культура Архангельска, первого европейского порта страны. Больше узнать о Поморской земле на ярмарке поможет экспозиция «Архангельск-литературный». Здесь представлены книги северных авторов, проиллюстрированные местными художниками. Стенд столицы Поморья «Архангельск-литературный» сделан по инициативе мэра Виктора Павленко и посвящен объявленному президентом России Владимиром Путиным Году литературы в России. В дни Маргаритинской ярмарки в павильоне Архангельска русский писатель и историк Петр Олешковский презентовал свой новый роман «Крепость». Свою книгу автор подарил на память мэру. Еще одна презентация «Кисло-сладкое» развернулась на проспекте Чумбарова-Лучинского. Это проект ягодного кооператива «Архангельская клюква». Плантация располагается в Калмогорском районе. Технология позволит собирать до 3,5 килограмм ягод с квадратного метра. Ну и какая ярмарка без поморского пряника. Ароматного, нежного, сладкого. Будто ожили с прилавков северной козули и увлекли гостей маргаритинской ярмарки в дружный хоровод. Повод для радости поистине теплый. В Центре традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка» открылась пряничная гостиная. Мэр Виктор Павленко, директор АГКЦ Наталья Галышева и руководитель творческой мастерской «Архангельский пряник» Юлия Попова торжественно подписали договор о новом совместном проекте. Виктор Павленко стал в числе первых посетителей пряничной гостиной. Первым расписал свой пряничный домик восьмилетний Андрюша Кудрявцев. Я изготавливаю эту козулю, я подарю ее маме. Пряничная гостиная – лишь часть проекта по сохранению традиционных северных ремесел. В скором времени в Центре Поморской культуры появится ткачество и гончарное дело. Возрождая вот этот дом, купца Анания, мы стараемся сохранить все традиции. Вот мукой торговал, что связано с мукой, с козулями. Вот поэтому здесь должен дом жить так, как он жил там сто с чем-то лет назад. А козулю, оно традиционное, и мы очень рады, что все-таки это вот этот бренд наш, который все любят, все изготавливают. Он стал уже действительно нашим брендом и будет сладким брендом города Архангельска. Узнать секреты изготовления северных козуль и постичь это традиционное поморское ремесло уже сейчас может любой желающий. Такими основными событиями запомнилась прошедшая неделя. О событиях следующей расскажем, как всегда, в городских подробностях. Я, Лена Гончарова, с вами прощаюсь. Удачи всем и до встречи!